Рекордное подорожание. В сентябре резко подскочило в цене треть социальных продуктов. Лидеры этой антигонки это мясо и яйца. На чем еще придется экономить, разбирались наши корреспонденты. Сало, яйца и сливочное масло это лидеры сентябрьской гонки роста цен. За один месяц знаковый продукт украинцев стал дороже почти на 9 гривен. Масло прибавило 5, а яйца в среднем на рынках столицы теперь продают по 25 за десяток. Люди не в змозе купить через все, чтобы людей не имели такой возможности за такую зарплату купить это сало мясо. Как людина раньше купила 2 килограмма, то она сейчас себе может позволить 600 грамм. Так как мы раньше продавали двое поросят в день, то сейчас мы ели, вынатягиваем по одному. На рынках в западных регионах, например в Черновцах, картина та же подорожала. Все, фрукты, овощи, молочные продукты и мясо. Покупатели сетуют, позволить себе могут разве что немного овощей. Люди экономляют. Они не могут себе позволить купить нормального мяса. Не могут позволить купить чаще рыбы, качественные, хорошие. Ну и выживают, на чем могут. Пенсионеры идут, купляют колбасу, которая выготовлена не на мясе, конечно. Но вот рекордсменом, по данным статистики, стала Одесская область. Например, сало за последний месяц прибавило в цене сразу 25 гривен. И теперь стоит около 90 гривен за кило. Яйца в Одессе уже по 30 гривен за десяток. Сливочное масло – 120-150. Базар такой страшный. Невозможно ничего купить. Заходишь, за голову берешься, уходишь ни с чем. Особенно мы пенсионеры. То же касается и мяса. В итоге многие становятся вегетарианцами по неволе. Я пенсионерка, 69 лет. Конечно, отказываю. У меня внуки. Надо внукам немножко покупать. Эксперты объясняют, цены растут из-за снижения уровня конкуренции. А в целом, виновь всему, девальвация гривны. И прогнозируют. До конца года, к сожалению, стоимость продуктов будет расти. Но уже не так значительно, не так сильно, как это было с начала года. Лидером роста будет оставаться овощи, к сожалению, к большому сожалению. Ровно потому, что овощи и хлеб – это единственные продукты, которые еще не вышли на восточноевропейские цены. Часть импортных товаров уже выигрывает в цене. Поэтому украинцы, живущие возле границы, оптово закупают продукты за пределами страны. Эксперты иронизируют, что в ближайшей перспективе даже сало в Украине может стать импортным. Ольга Теребинская, Андрей Анастасов и Ольга Поломарюк. Подробности – телеканал «Интер». «Интер».